Добрый день! Сегодня будем продолжать рассказывать про советские вещи, приборы, инструменты. Сегодня у нас будет ампер, вольт и омометр С2005. Производство электроточек, прибор, 1991 год. С чего у него получается 23 года? Ну, где-то вот. Тогда я его и купил где-то в начале. В 90-х самом. Это наш омский завод делал. Что о нем можно рассказать? Рассказать о нем можно много думающего начать. Технические данные. Предел допускаемых основных погрешностей на всех диапазонах измерений не превышает. Плюс-минус 4% от конечного значения шкалы при измерении тока напряжения. От длины шкалы равной 52 мм при измерении уровня передачи переменного напряжения. 2,5% от длины шкалы равной 64 мм при измерении сопротивления постоянному току. Измеряемая величина конечного значения диапазонов измерений в таблицах подведена. Ну, диапазон сейчас я вам покажу. Наверное, может вам видно. Скорее. Так. Словия хранения. Все это, ну... Комплектность ампер-вольт-ом-метр, проводники с наконечниками, съемные зажимы, элементы 316, упаковочная коробка и руководство по эксплуатации. Вот, нету коробки, когда я делал кресло-мешок, я ее что-то сгоряча изничтожил. Хороший был пенопласт. Так, подготовка. Ну, это все, я думаю, это АТЭК-ТЭК. Вот, интересно будет вам поглядеть схему этого гениального прибора. Что вы видите на схеме? Мало ли, вдруг что-то кому-то надо. Такая вот схема. Что еще можно... Ага. Ну, давайте вот эту вот вещь еще вам покажу. Ну, вдруг что-то кому-то надо. А давайте я все ее тогда, правда, с конца начну. Так, гарантийный талон. Схема... Ага, ну вот давайте схему элементов вам. Может быть понадобится кому-то. Ну, возможно, неисправность, это уже фигня. Итак, это, так скажем, была преамбула. Вот такой вот он сам прибор. Чем он интересен, чем он хороший или плох, не знаю. Но здесь нет переключателей, как скажем, обычно на приборах, которые выбирают вольты, мерим амперы или ом. И, там, допустим, два, там, три входа. Ну, или больше. То здесь такие... И это обычно меняет диапазон за счет тоже переключателей. Здесь же решение такое вот сделали. Втыкаем в разные отверстия. Соответственно, это у нас до одной десятой вольта, либо миллиампера. До трех десятых. Один, три, десять, тридцать. Вот, до сто. До тысячи вольт. Он и, соответственно, до тысячи миллиампер. Тут же сопротивление. Это вот как на шкале. Это в десять раз, в сто раз, в тысячу раз. Кнопочкой мы выбираем постоянный ток, переменный ток, сопротивление. Вот. Это кнопочка включения. Выключение. Это установка на ноль. Это... А, это вот один провод сюда втыкаем. Да, получается. А второй вот сюда, либо... Вот сюда, либо сюда. А когда сопротивление, то вот сюда. Вот сюда и какой-то из этих. Вот. Обычно, чем стрелочные хороши были приборы всегда, что они без батарейки могли измерять вольты и амперы. Этот прибор этого не может. Если вы хорошо разглядели схему, то обратили внимание, что в нем питание от огромного количества батареек. А именно, девять штук. Дальше. Что еще в нем? Для чего такая странная схема? В нем зачем-то стоит микросхема. Что она делает? Я не... Этот... Ну, с радио я чуть-чуть увлекался техникой, с радио я все-таки, ну, не на такой близкой ноге, чтобы понять, зачем она там нужна. Вот. Я глядел на... В интернете кто-то продавал подобный аппарат, переделанный то ли на одну батарейку, то ли еще. То есть, по-хорошему, всю эту схему можно выкинуть. Что она дает, я не знаю. Класс точности здесь... Давайте я так... Сейчас открою и покажу вам... ...это... ...саму шкалу, чтобы видно было класс точности и все остальное. Вот эти вот параметры. И вы увидите, что здесь ничего сверхъестественного, супер и пупер и классного нету. То есть, у него средние показатели по всем вот этим параметрам. Только зачем-то было 9 батареек. Сколько стоит батарейка? Сами знаете. Потом батарейки, давайте, вот смотрите, разделены на два отсека. Сюда 4, сюда 5. Потом одна, по-моему, отдельно. То есть, скажем, что мы не можем сделать сюда, допустим, какой-то блок питания. Хотя в этом журнале радио была, по-моему, схема, или в каком-то журнале вроде была сделать к нему блок питания. То есть, сначала одни идиоты делают аппарат странный, потом другие его, как скажем, доводят до ума. И что-то там это. То есть, нельзя просто подать, скажем, тут 9 батареек, это 9 плюс 4,5. 13,8,5 Вольт подать нельзя. Надо подать 4,5 сюда, 4,5 сюда. Не 4. 4, нет, 6 сюда, 6 сюда и 1,5 сюда. То есть, надо вот какое-то... Плюс их надо, чтобы они складывались. Потому что вот часть идёт так, часть идёт эдак, а часть идёт вместе, где надо вот... 12. То есть, вот такая вот схема дебильная. Вот, давайте я вам покажу. Вот, чтобы видно было наглядно. Так, ага, блестит. Как-то его... Что у нас тут? 12 децибел каких-то. Что ещё? Вот, С20. Так, звёздочки 3. Здесь что-то 2,5. Тут 4. А, ну вот, по-моему, они и есть, эти проценты от шкалы. Такой вот агрегат. Давайте попробуем его включить. Я, после того, как сдох первый комплект аккумуляторов, я его не... То есть, не аккумулятор, батареек. Я его не включал. Так. Причём... Так. Чё у нас? Чё они и не влезут? Ага, что у нас? Советские эти отличались, что ли? Странно, обычно ко всему подходили. Так, давай, сейчас... Не, вот, влазить начали. Начали. Сейчас, сейчас... Делаем, запихмин. Ну ладно, сейчас... Так, для эксперимента, попытаемся сделать. Так. Стоп. Здесь плюс. Плюс. Система какая-то очень хитрая. Так, этот вот лёг. Вроде, на место. Плюс. Плюс. А, это минус. Такое ощущение. Ну, минус... Да, это минус. То есть, нарисован минус как плюс. Я и думаю, что как-то так не может быть. Какая-то тут адресина сюда. Так, дальше. Минус. Так, вот, давай, вот эти теперь ещё плюсы. Надеюсь, он заработает сейчас. Вот, но чё-то он... Вот, но это аккумуляторы, они, возможно, чуть-чуть. Возможно, они чуть-чуть. Возможно, и не чуть-чуть. Чё-то больше. Так. Включили. Так, сейчас как бы нам сделать так, чтобы показать вам в работе его. Давай воткнём. Так, это б mijmц, заправляем. Так, и делится противление. Так. Играет музыка. 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 Давайте еще не может похуже аккумулятор поставим. Интересная схема. То есть вот такой вот агрегат делали еще в ЕСССР. То есть вот смотрите, вот я замыкаю там, но уже тут чего-то... О! Наверное вот из-за того, что я не все батарейки придавил, а только в одной части все понял, все работает. Надо все вот как-то их прижать, чтобы оно держалось. Так. Ну возможно их можно запихнуть как-то так. Надо их... Придумал вот так сейчас мы его... По одной, по одной, по одной... Ай! Какая-то упала! Во! Давайте сейчас попробуем, может быть будет... Мерить сопротивление. Нет, не будет. Так, сейчас... Вот, наконец, ребята. Что-то там отходит и когда... Ну, во втором есть, а вот видите, мальчик... И на ноль. Давайте установка нуля. Вот, видите, мы установлю на ноль. Сопротивление мерить. Не только надо вот проблемка с... Давайте... Как-нибудь... Вот, скажем, моторчик. Что у нас сейчас есть. То есть, получается, когда там отошла батарейка, а здесь все... Он сюда его как-то гонит. Когда здесь все подключены, а здесь отошла, он туда его гонит. То есть, вот вещь такая веселая. Сейчас давайте попробуем... Померить все-таки. Никакого сопротивления нет. Подходящего. Как-то очень интересно получилось, что... Как так, вроде... Стандарт 1 пальчиковых батареек, а вот... Чуть-чуть и нет. Ну, что-то как-то, видимо, рук у меня не хватит. С этим агрегатом совладать. Вот так вот я сейчас придерживаю. Вот так вот я сейчас придерживаю. Вот. Ну, короче, я думаю, вы поняли, что он... Работает. Все работает, только вот... Проблема с... Аккумуляторами. Надо, видимо, все-таки на батарейках его использовать. Вот. Ну, вот вы поняли. Какой-то гениальный агрегат. С таким количеством батареек. Скажем... Для сравнения, у меня есть старая цешка, более... Как сказать... Древняя. Там всего одна батарейка. Правда, такого... Редко видно в продаже, но, как видите... И доступность пальчиковых батареек тоже оказалась... Как сказать... Фикцией. Вроде как пальчиковый пошел, докупил. Или вот у меня аккумуляторов 12 штук есть. Для разных целей в доме. Я сейчас их вставлю и буду пользоваться. А вот немножко не тут-то было. Вот такие пироги. Кстати, ну, что еще вам рассказать? Почему... Я заметил, молодежь иногда измерительно называют цешками, не понимая, почему... Откуда такое... Ну, видимо, так сложилось исторически. На самом деле, вот цешка, они потому что... Вот у них в названии буква С. Вот тут есть. Вот этот какой там... Ц... Какой у меня он там? Ц2005. Так, давайте подумаем. Ну, я думаю, аккумулятор при желании... Немножко можно уменьшить. То есть, не аккумулятор, а батарейку. Тут не хватает каких-то маленьких... Там, не знаю, миллиметра, может, полмиллиметра. Допустим, взять и стукнуть по ней молоточком. Аккуратненько. Она чуть-чуть сплючит. То есть, вот этот вот как бы чуть-чуть внутрь въедет. И будет, я думаю, ништяк. А, можно сделать ещё... У меня есть видео где-то переходнички для мизинчиковых батареек. То есть, там пружинка и, допустим, часть корпуса от... Такой вот батарейки, от пальчиковой. Там у неё пружинка. И сюда вставляется тогда мизинчиковая. И без проблем. Соответственно, купить 9 мизинчиков. И вот, что современное. Ну, или что-то подложить. Вот, допустим, у меня какие-то вот валяются две. Сюда просто там что-то подложить. И они будут работать от мизинчиковых. Ну, то есть, чтобы он поработал... То есть, вещи рабочие, но... Прошло время, изменились немножко стандарты. Батареек. Вот. Ну, насколько удобно каждый раз тут втыкать, перетыкать, я не знаю. Вот кому-то удобней. С одной стороны, что да, эти выключатели, переключатели могут ломаться. А тут воткнул. Там мне показало, ага, сопротивление показывает, что очень большое. Переткнул. Соответственно, переткнул. Как надо. Также и напряжение, если не знаем, то втыкаем на 1000. Ну, если в доме, то в квартире, то на 300. Все, поглядели. Там, ага. Непонятно. У нас 100. И все это. Вот. Что еще? Можно на нем сказать. Ну, вот установка нуля. Здесь вот есть еще коррекция вот здесь. Немножко. Нуля. Так, так. Децибелы я не знаю что. Ну, вот они такие шнуры были. Родные. Вот. Ну, конечно, я, честно говоря, не ожидал, что аккумуляторы не влезут. Я думал, без проблем сейчас воткну, вам покажу, как все отлично работает. Но, казалось, небольшая проблемка. Вот. Вот. Такую вот вещь. Поэтому, что его... Не все в СССР делалось хорошо. То есть, для меня вот загадочно, зачем было. То есть, были уже схемы отработанные, которые работали. Зачем было изобретать вот этих вот цешек целая куча. Ну, придумали вы вместо выключателей поставить вот гнезда. Ну, хорошие мысли там дизайн корпуса изменить. А зачем было схему менять? Зачем туда микросхемы пихать? Которые могут... Вот микросхема. То есть, вот, я не знаю, сейчас вам будет видно или нет. Что, вот, получается, здесь шестой, девятый. А здесь, что у нас? Второй, пятый. А один, этот вот элемент, вот он. Потом я видел, кто-то продавал бушный, переделанный. То есть, там вот эта вот часть, для чего она вообще, собственно, нужна, по-моему, была убрана. Оставлена вот эта вот часть. И отсюда оно уже шло вот сюда. Ну, здесь оставлен как-то кнопка. И работал он уже от одной пальчиковой батарейки. То есть, возможно... Ну, какие-то, я не знаю, что оно, какие-то погрешности компенсировать или... Что оно? Ну, не какой-то там сверхъестественной класс точности, еще и что-то тут. Не какие-то пределы, там, что, знаете, там, от милливольта, там, каких-нибудь там... От мили... Допустим, где-то я видел схемку измерителя, который мерит от... Одной тысячной, что ли, ома сопротивления, да, там... Ну, не помню, от каких-то вот таких вот огромных емкость конденсаторов. Что в очень, там, точных пределах. Или что здесь... Зачем? То есть, только лишнее это... Усложнили схему, усложнили... То есть, кучу батареек, которые тогда были и дефицитными, и еще что-то. Вот... Такой прибор. Извиняйте, многое как-то так сумбурно, говорю, получился. Обзор такой не... Краткий. Наверное, никто уже до конца не доглядел. Вот. Что еще... Сказать могу... Ну... Много еще чего-то... Ну, не много, как сказать. Ну... Что вот такая вот штуковина. Хреновина с морковиной, как говорили. Ладно. Опечалился я, что батарейки не подходят. Ну... И можно сделать переходнички. Так что... Вот так вот.